Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан и сегодня у нас Джордж Дель Барио. Это гавайский композитор с 40-летним стажем, он писал музыку для кино и телевидения. Попрошу вас обратить внимание на мимику его лица, она довольно забавная. Всем приятного просмотра. Всем привет, меня зовут Джипс. Я старый, прям древний медиа композитор. Это канал реакции. Это мои размышления о музыке, отличающиеся от моего другого канала, где только хэви-метал и так далее. Ну а этот канал специально для того, чтобы открывать новую музыку и артистов, о которых я не знаю. И также, это была рекомендация. У меня есть соседка, и мы пересеклись сегодня утром. Я что-то с ней заболтался и сказал, что собираюсь посмотреть что-то из поп-музыки. Она рассказала мне о Димаше. Простите, я не знаю, как это произносится. Джейми, спасибо большое за эту рекомендацию. Она сказала, что я во что бы то ни стало должен посмотреть это выступление. Давайте сделаем это вместе. Димаш Квадиберген. Извините, если я сказал неправильно. Я ж старпёр. Он будет петь вживую песню С.О.С. 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 Это же уже четыре октавы. Я просто слился с песней. Слушал прекрасную игру на пианино, которая иногда замедлялась в таких полувибрациях, а потом вступили струнные, и у него был такой обворожительный тон. А потом нежданно-негаданно он спускается ниже на целую октаву, покружит-покружит, а потом развернется и опять подскочит на октаву выше. У меня были эти самые. На Гавайях мы называем это «куриная кожа». Но обычно люди называют это мурашками. Такой сильный голос, потому что он звонкий. Не то чтобы звонкий и хрупкий. Он просто так управляет, повелевает своими способностями. Это необыкновенно красиво. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я и сам не рад, что делаю паузу. Я думаю, мы все тут прекрасно понимаем, что никакими словами не описать способности этого джентльмена и его инструмента. Знаете, если вы смотрите меня на другом канале, я никогда не слушаю слова песни, я слушаю самого певца. Ведь голос — это инструмент. Люди — это некий сосуд, который отражает происходящее своим голосом. Тут и так понятно, что эта песня не на английском языке. И это даже хорошо для меня, чтобы не отвлекаться на слова, а слушать само выступление, как оно есть. И это было бы упущение не сказать ничего о самой аранжировке песни. Во-первых, я слышу по-настоящему уникальные, спроектированные элементы. Под этими словами я имею в виду эти длинные кричащие эхо в его голосе. Так было пару раз, когда он замолкал. И в конце его фразы, когда случалась такая резкая остановка, и слева-справа можно было услышать такое замедление в темпе. И это сделано очень к месту. И также мы слышим, как построена аранжировка. Вначале это просто пианино. И такая легкая струнная композиция. Далее, на следующем этапе, аранжировка нарастает, и мы слышим такое... Я называю это цикл. Я не знаю, как по-другому это называется. Это цикл в стиле электронной танцевальной музыки. В самом миксе. После этого начинаешь понимать смысл того, для чего они решили сделать такой темп. И как только эта аранжировка и выступление начинают сносить нам крышу, то же самое делают и струнные на заднем фоне. Они становятся насыщеннее и жирнее. Не забывайте, что аранжировка для меня это самое святое. Здесь есть мелодичные структуры, противоречащие друг другу. И когда певец напевает эту прекрасную мелодию, нужно не забывать про интервалы, в которых он поет. Интервалы — это промежутки между нотами. Допустим, тут нет интервала. Средний интервал, например, вот такой. А он же фигачит. Как ультразвук. Так что это огромные интервалы. И сама аранжировка, которая звучит на фоне, очень важна. Согласен, он вообще может петь без музыки в туннеле. И это будет великолепно. Но как композитор, как я уже сказал, это было бы большим упущением, если бы я немного не посвятил вас в могущество самой аранжировки и композиции. Со всеми этими ударными, этой мощью, силой и энергией. Он просто пронзает душу насквозь с самого начала. Это словно какой-то спиритический сеанс. Он определенно держит все под контролем. Еще и с такой аранжировкой, под которую очень сложно петь. Извините, что это было долго. Так-то хозяин Бадин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...